И что, вы даже не аплодируете? Этого момента в поселке Новокамала ждали очень долго, ведь здесь ни разу не проводили капитальный ремонт спортзала. Теперь он просто загляденье. Новые окна, крыша и паркет. Вот-вот привезут спортинвентарь. То немаловажно, зал оформлен в стиле предстоящей универсиады. Все это не подарок, а награда за спортивные успехи школы. Это не просто так. Это дание уважения, это дание признательности вашему отношению к физической культуре, к вашему отношению к спорту, к вашим успехам, которые есть на муниципальном, на кривом уровне. И очень хотелось, чтобы в этом новом, прекрасно отремонтированном зале эти спортивные традиции школы продолжались. Кроме самого зала отремонтировали и раздевалки. В каждой из них отдельные туалеты душевые, что для сельских школ большая редкость. Очень преобразился зал. Прямо вот душа радуется в таком зале находиться. Раньше, да, был плохой пол, сейчас красивый паркет. Идеальный спортзал. Отличается то, что теплее будет. Потому что на горе ветер продувал окна, и было всегда холодно. Но сейчас, я думаю, будет тепло. Это уже 65-й отремонтированный сельский спортзал в крае за последние три года. Все благодаря федеральной программе. В среднем на каждый зал было потрачено около трех миллионов рублей. Мы на этом не останавливаемся. До конца года у нас еще три спортивных зала будут открыты в наших сельских школах. На следующий год такая программа будет иметь свое продолжение. Поэтому мы надеемся, что как можно больше в сельских школах появится таких обновленных, хороших залов, где наши ребятишки могут спокойно и в хороших современных условиях заниматься физической культурой и спортом. Также гости из Красноярска провели для ребят урок универсиады, на котором рассказали о предстоящем большом празднике спорта. Евгения Шелковникова, Леонид Юрков, Александр Шумилин. Енисей. Новости.